Здравствуйте! Сегодня у нас с вами урок развития личности. И темой нашего урока являются дорожные споры, пешеходы или водитель, мера ответственности. Непримиримых противостояний в мире очень много. Это демократы и коммунисты, левые и правые, мужчины и женщины. И среди них выделяется извечный конфликт водителя и пешехода. Понять суть конфликта сможет лишь тот пешеход, который стал водителем. Такой человек адекватно оценивает зыбкость жизни и беззащитность пешехода. А с другой стороны, понимает невозможность молниеносной остановки автомобиля в случае неожиданного появления пешехода. Оценить степень опасности и понять мышление водителя, человеку-пешеходу без опыта управления авто и без знаний правил дорожного движения очень тяжело. Именно это и является основной причиной конфликтных ситуаций водитель-пешеход. С тех пор, как появился автомобиль, изменилось немного. Да, сто лет назад автомобилям было запрещено ездить по городам со скоростью выше нескольких километров в час. И, кстати, его сопровождал специальный человек, бегущий перед машиной и предупреждающий о ее движении. Сейчас же автомобили распространены повсеместно. И на дорогах города постоянно происходит столкновение интересов водителей-пешеходов. С точки зрения закона водители-пешеход это равные участники дорожного движения. Однако закон по-прежнему относится к пешеходам как к священным и неприкасаемым. Давайте же разберемся, всегда ли мы безопасно ведем себя на дороге. Пешеходы становятся страшным сном для водителя, поскольку в 90 процентах случаев за проступок пешехода привлекается к ответственности именно водителя. А все потому, что трактование пунктов закона обычно сводится к тому, что даже если пешеход нарушил, то водитель должен был предусмотреть это и не допустить проезд. Где же справедливость? Однако мы должны с вами уяснить, что пешеходные переходы, зебры это территория пешеходов. Для водителя входит в обязанность за 50 и 100 метров перехода снижать скорость до разумного минимума. Что же входит в наши обязанности как пешеходов? Есть категория пешеходов, которые встают перед переходом и думают о том, что все обязаны ему уступить. Но авто не может остановиться моментально, потому что даже при движении с разрешенной скоростью 50 километров в час с учетом времени реакции водителя тормозной путь составляет до 25 метров. И это если водитель вас увидит. Давайте предположим обстановку на дороге, когда водитель, не дай бог, попал в подобный переплет, когда пешеход выбежал на дорогу из-за кустов моментально, молниеносно. Ему правомерно зададут вопрос, когда ты начал тормозить, когда увидел пешехода или когда он стал препятствием. Запомните, что пешеходы на нерегулируемых переходах могут выходить на проезжую часть только после того, как оценят расстояние до приближения транспорта. В ночное время суток как же быть водителю, когда недостаточная видимость? В таких условиях приходится быть крайним осторожным. На неосвещенном участке трассы пешеход, обычно одетый в темную одежду, не замечаем водителем. Водитель замечает его за 17 метров до столкновения. При скорости 50 км в час, а это разрешенная скорость по городу, 17 метров – это секунда времени. Водитель не успеет отреагировать и остановить автомобиль. Люди в светлой одежде более заметны. Водитель замечает их приблизительно за 50 метров. Опять же, этого может быть недостаточно, если автомобиль едет со скоростью больше, чем 60 км в час. Но шанс на успешный исход все же возрастает. Поэтому рекомендуется носить одежду со светоотражателями, значками, фликерами или нашивками. Их водитель замечает за 150 метров, и у него есть время предупредить ДТП. Убедитесь, что автомобиля поблизости нет перед тем, как выходить на проезжую часть, даже если вы переходите дорогу по пешеходному переходу. Поверьте, водители очень пугаются, когда пешеход выбегает на дорогу из кустов или из-за угла здания. Водитель едет по своим делам, и поверьте, в его планы никак не входит ДТП. Ему может быть стать плохо за рулем, ослепить автомобиль встречного движения, может снизиться видимость во время дождя, тумана или снега. Будьте аккуратны, обезопасьте себя. Особым местом для ДТП является перекресток. Давайте подумаем, как мы используем правила дорожного движения при переходе на перекрестках. Случается, по каким-либо причинам на перекрестках отсутствует пешеходный переход. Это накладывает свои особенности на правила их проезда. Пешеход может пересекать такие перекрестки по воображаемым линиям тротуаров и обочинам. Так случается, что пешеход перебегает перекресток по диагонали или буквой Z, или более того, снует туда-сюда челноком. Что же делать в таких ситуациях водителям? Водителю приходится предугадывать наши действия. Обратите внимание на слайд, где предоставлены правила перехода перекрестка. Особое внимание хотелось бы обратить на дорожную разметку, которая называется разделительная полоса. Переходить дорогу не по разметке допускается только в том случае, если дорога очень хорошо видна, то есть есть обзор и не загораживается рядом расположенной техникой. Нельзя создавать разные помехи для иных участников перемещения по дороге. Категорически запрещено своими действиями провоцировать разные аварийные ситуации. В процессе пересечения дороги не останавливается без уважительных причин. Если пешеходы по какой-то причине не успели закончить переход, они должны остаться на линии, которая разделяет основные транспортные потоки. Еще одним местом повышенной опасности является остановки городского транспорта и значительное скопление пешеходов. Надо предусматривать ситуации, что не все пассажиры автобуса, выходя на проезжую часть, обходят его сзади. Как часто мы забываем об этом правиле? Кроме того, маршрутки имеют привычку сбрасывать своих клиентов где угодно, только не на остановке. Часто останавливаются перед пешеходным переходом. Вынуждает нас это высовываться на проезжую часть при ограниченной обзорности. Еще одну опасную ситуацию можно рассмотреть при наличии пробок и заторов на дороге. Ситуации, когда скорость автомобилей равна скорости пешеходов. У последних возникает стойкое желание перейти дорогу в непредназначенном для этого месте. Принимая во внимание этот факт, что плотность движения в условиях пробок чрезвычайно высока, пешеходу весьма сложно просочиться сквозь тесные ряды машин, а водителю еще сложнее отреагировать на пешехода. Движение на малой скорости расслабляет водителя. Будьте внимательны. Когда мы движемся по дороге, по краю проезжей части, не все пешеходы помнят, что наше направление должно быть навстречу движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, ведущие мотоциклы, мопеды, велосипеды, в этих случаях должны следовать по ходу движения транспортных средств. Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, могут двигаться по краю проезжей части, если их движение по тротуарам или обочинам создает помехи для других пешеходов. Также мы не замечаем припаркованные машины. Если вдоль проезжей части к обочинам или к тротуару припаркован ряд машин, то такая тактическая расстановка опять же заставляет быть крайне осторожна. Некоторые самоуверенные пешеходы любят пугать водителей, выскакивая из стоящих машин. Давайте рассмотрим особые категории пешеходов, которые относятся к группе риска. К сожалению, ими являются женщины, выходящие на проезжую часть только после того, как туда выдвинут коляску с ребенком. Престарелые пешеходы также входят в особую категорию. Плохое зрение, слух, слабая реакция накладывают свой отпечаток на их поведение. К ним необходимо проявлять уважение и терпение и по возможности помогать им в переходе. Каждый из вас стоит на пороге решения, кем ему быть в большей степени пешеходом или водителем. Обилие новейших транспортных средств тоже создает ситуацию риска на дороге. Мы еще не освоили свой безопасный пеший маршрут, как у нас появляются транспортные средства, которые управляются без прав. К самым известным транспортным средством, управляющимся без прав, относится велосипед, который управляется мускульной энергией лиц, находящихся на этом транспортном средстве. Также существуют и другие транспортные средства, которые создают опасность на дороге. К сожалению, эти транспортные средства кажутся нам настолько до боли знакомыми, что мы не придаем значения правилам проезда по дорогам. Где же можно ездить? На велосипеде. Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным дорожкам, а также в зонах и пределах пешеходных зон. Движение велосипедистов в более младшем возрасте должно осуществляться только по тротуарам. Управление велосипедом старше 14 лет разрешается проезд по правому краю проезжей части, если отсутствуют велосипедные дорожки, либо нет возможности двигаться по ним. По правому краю проезжей части разрешается ездить велосипедистам, у которых габаритная ширина велосипеда, прицепы к нему, либо перевозимого груза превышает 1 метр. Движения велосипедистов, которые едут в колоннах, также едут по правому краю части дороги. К созданию опасных ситуаций на дорогах относятся такие новомодные средства передвижения, как сегвейма на колесо и гироскутер. Будьте внимательны, прежде чем освоить модную технику, ознакомьтесь с правилами, берегите себя. Зная о том, что мы, будучи пешеходами, не менее опасны на проезжей части, не мудрено порождение антагонизма отношений водителя-пешехода. Однако на практике гораздо сложнее решить эту проблему дорожного движения. Необходимо повысить культуру общения между его участниками. Во многом это решение лежит в эволюции нашего общества. Да, муниципальные службы, конечно, могут улучшить качество дорог, обеспечить уличное освещение, как-нибудь разобраться с пробками, что-то придумать с беспорядочной парковкой. Но пока между водителями и пешеходами не будет взаимоуважения, понимания, все эти меры не приведут к должному результату. Давайте с вами разберемся во всем этом и уясним одну простую истину. Мы сами в ответе за свою безопасность и свою жизнь. Будьте терпимее друг к другу и внимательнее на дорогах. Всем счастливого пути! Спасибо за внимание! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!